Красноярский край, как часть Сибири, хранит в себе множество тайн и загадок. Какие-то из них уже удалось разгадать ученым и археологам, а какие-то из них до сих пор продолжают вызывать много вопросов в умах тех, кто хоть как-то интересуется историей. Одним из таких загадочных мест Красноярского края является гора Каратак, которая находится всего в 350 километрах от Красноярска, неподалеку от села Большое озеро. Итак, чем же она такая загадочная и какие вопросы могут возникнуть, спросите вы. Давайте разбираться! Гора Каратак, как и многие другие интересные объекты Сибири, стала известна благодаря тому, что на ней были обнаружены остатки древних мегалитических сооружений, расположенных на самой ее вершине. Исследователи нашли уцелевшие фрагменты стен и каких-то других неизвестных сооружений. Хорошо видно, что изначально они были выложены из каменных блоков правильно геометрической формы с ровными поверхностями. Некоторые блоки просто раскиданы по склону горы, на них присутствуют четкие следы механической обработки. По форме эти каменные блоки отличаются друг от друга. Многие каменные блоки прямоугольные, но есть и квадратные и треугольные, а на самой вершине находится каменная плита, вообще как будто разрезанная пополам. Если это не следы древнейшей обработки камней, причем выполненных на высоком уровне, тогда я не знаю, что вообще можно считать такими примерами. На мой взгляд, такими примерами как раз и являются эти камни. Вот есть камень с треугольным вырезом, но точно не природного происхождения. Такой ровный рез никак не мог появиться просто в результате природных процессов. Блок с такой уникальной формой вполне можно считать доказательством не только их искусственной обработки, но и существования развитой древней цивилизации, способной на такую обработку в те времена. Даже спустя столько лет, весь покрытый эрозией, сколами и трещинами, этот мегалитический комплекс все еще свидетельствует о превосходном мастерстве древних строителей, хотя и большая его часть дошла до наших дней разрушенной. Исследователи, посетившие эту гору и которые обследовали эти древние мегалиты, сразу задаются одним очень важным вопросом. Каким образом эти многотонные блоки оказались на такой высоте? И кто были те люди, которые создавали из них древние сооружения? Еще у этих древних развалин есть некоторая особенность, какой нету у большинства подобных мегалитических остатков по всему миру. Независимыми исследователями там были проведены работы по замеру радиационного фона. И вот что выяснилось, внизу у подножия этой горы радиационный фон составляет очень низкие показатели. Но чем выше поднимаешься на гору, фон начинает постепенно увеличиваться, а на самой вершине и непосредственно сами каменные блоки уже имеют повышенные показатели радиации. Конечно, они для здоровья человека не критичны, но все же у других подобных древних мегалитических построек такого уровня не наблюдается. Эти обстоятельства навели некоторых исследователей на мысль о том, что когда-то очень давно это сооружение было взорвано. Да и расположение многих упавших блоков говорит в эту пользу. Они как будто разбросаны в результате очень мощного взрыва. Откуда так давно мог произойти такой сильный взрыв? Непонятно, какое это древнее оружие. Существует и такая версия. Гора Каратак имеет общую высоту в 755 метров и возвышается над долинами с тремя озерами – большим, малым и круглым. Оттуда открывается очень хороший вид. Все просматривается очень хорошо. Вероятно, поэтому местные жители называют эту кору Хараджин так, что в переводе означает «смотровая» или «сторожевая гора». Исследователи предполагают, что в связи с таким географическим расположением в прошлом на этом месте была крепость. Об этом свидетельствуют остатки каменной кладки из огромных плит. А если и вправду крепость, то значит, у них были причины ее построить, а в конечном итоге ее просто уничтожили враги. Но вот сам способ, каким они это сделали, все равно остается без точного ответа. Мы можем только догадываться, почему такие тяжелые блоки остались разбросаны как будто семечки. А некоторые ученые и археологи считают, что за такой большой период времени ландшафт мог просто измениться. И речь идет не о 10-20 годах, а о тысячелетиях. Вполне возможно, что в этот период, когда это сооружение функционировало, оно могло находиться вообще не на горе. А гора могла образоваться позже. Или наоборот, какие-то горы, находившиеся рядом, могли пропасть. По крайней мере, леса вокруг и озера, если они и были в то время, то совершенно точно они выглядели далеко не так, как сегодня. И еще некоторые ученые сравнивают эти мегалитические останки по всему миру, качеству и стилю исполнения с египетскими пирамидами и другими мегалитическими постройками по всему миру. Они находят сходства и делают выводы, что в то время именно так строили по всей земле. Известный российский писатель, путешественник, биолог и антрополог Сидоров утверждает, что по всей территории Сибири существует множество древних разрушенных городов, храмов и всяких разных каких-то непонятных мегалитических сооружений, когда-то принадлежавших очень древней и развитой цивилизации. На сегодняшний день все больше независимых исследователей, несмотря на открытое игнорирование этой информации официальными учеными, находят подобные объекты и выкладывают фото и видео в сеть. По-видимому, официальная версия истории слишком сильно запутанная и вообще поворачивает не в ту сторону, когда заявляет, что огромные просторы Сибири в древности были малоосвоенной землей и никто, кроме малочисленных кочевников, там не жил. Даже по преданиям и мифам малых народов Сибири утверждается совсем обратное. В них сказано, что когда их предки пришли на эти земли, там уже существовала цивилизация славных и сильных белых людей, богатырей, которые научили их выживать в условиях полярного климата, а также рыболовству и разведению оленей. А сегодня многие развалины этой цивилизации ученые считают естественными природными образованиями. И средневековые карты и атласы сообщают нам о существовании вплоть до 17-18 веков на землях Сибири могущественной империи Великой Тартарии, которая до проникновения в этот регион другой религии была по своей сути Сибирской Ведической Русью. И городов, обозначенных на этой территории, много. Скорее всего, это и есть те города, остатки которых сегодня и находят. Ну а на этом у меня все, друзья. С вами, как всегда, был Сергей Погорелов. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, дизлайки, если не понравилось, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще немало интересного. Субтитры сделал DimaTorzok